Курорт Белокуриха-2 или теперь уже Белокуриха-Горная уже несколько лет привлекает туристов даже в таком, нетронутом виде. Чистый воздух, горы, за этим на Алтай летят со всей страны. В этом году туристов станет еще больше. Здесь открыли первый отель. Его строили целых пять лет. Процесс шел сложно, коммуникации не было. Газ не дотянули до сих пор, его подведут только в марте. Мы даже не стали ждать, мы запустились, чтобы нарабатывать какой-то опыт уже, нарабатывать коллектив. Ну и в принципе это оправдывается, потому что уже на ближайшие дни все уже забронировано на 100%. В принципе мест нет, а люди просят еще. Ну для меня это главное показать. Гостей курорта принимает один корпус на 27 номеров. Инвестор подчеркивает, что при разработке проекта делали упор на экологичный подход. Поэтому вокруг много дерева, а не пластика. Из дерева и сами дома, двери, окна и мебель. Природа снаружи, природа внутри. Туристы уже в восторге. Семья Ивановых из Красноярска на Алтае во второй раз. Здесь осваивают сноуборды. Почему сюда приехали? Здесь, во-первых, природа, воздух чистый, снег намного мягче, чем на других курортах. Ну и, как бы, не знаю, нравится нам здесь. Мишина гора – это то, ради чего сюда приезжают туристы. И если раньше дорога до ближайшего склона занимала около получаса, то сейчас она сократилась до пяти минут. Вот он дом, а вот склон. Быстро и удобно. И на этом работы только начинаются. Скоро здесь появится корпус с сауной и хамамом, двухэтажный ресторан и даже бассейн. По соседству строится пятизвездочный отель. Самый скромный номер там обойдется в 10 тысяч за сутки. О самом дорогом руководство умолчало. Появились люди, которые, инвесторы, которые могут сюда вложить. Мы видим это на примере Гранд Крио, когда москвичи начали вкладывать сюда деньги. И практически каждую неделю у нас проходят переговоры с новыми инвесторами. По словам Акимова, земельные участки для строительства уже приобрели 20-25 инвесторов. И, кстати, трудятся здесь не только над созданием жилых объектов. Кроме спортивной составляющей главной вектора развития Белокурихи Горной – туристические маршруты. Для их разработки уже создан Общественный совет парка «Придгорье Алтая». В него вошли экскурсоводы, владельцы турфирм и санаториев. Так что, возможно, скоро туристы будут отдыхать здесь не только в номерах. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.